Приветствую! Законопроект 7268, которым предлагается установить уголовную ответственность за незаконное пересечение границы, включен в план Верховной Рады Украины и, скорее всего, в ближайшее время будет принят. Почему я так думаю? Потому что и комитеты, и главное научно-экспертное управление дали в целом позитивные отзывы на этот законопроект. И, соответственно, с высокой вероятностью за него проголосуют. И сейчас мы разберемся, что же там написано, кого он затронет и ответим на главный вопрос. А те люди, которые выехали до принятия этого законопроекта, до принятия этого закона, они тоже понесут уголовную ответственность или все-таки нет? Ссылочку на данный законопроект я оставлю в описании к видео, чтобы вы смогли с ним в полной мере ознакомиться. А сейчас мы поговорим о самых интересных моментах. Итак, первое. Что здесь они устанавливают? За что уголовная ответственность? За перетенание державного кордона. Но тут вопрос сразу первый, который возникает. Перетенание. Это и въезд, и выезд. И, соответственно, все, о чем мы будем говорить дальше, если закон примут именно в такой редакции, будет касаться не только выезда, но и въезда в Украину. Данная статья будет действовать только во время военного положения. То есть, отметьте для себя, что это действует только во время военного положения. Дальше. Кого это коснется? В первую очередь, это касается тех людей, которые приписаны к призывным участкам, призывникам. Но здесь сразу же и первое замечание. Призывник и человек, который приписан к призывному участку, это два разных человека. Почему? Потому что к призывным участкам приписываются люди в тот год, когда им исполняется 17 лет. А это значит, что 16-летний юноша будет приписан к призывному участку. И получается, что если примут закон в такой редакции, на него тоже это будет распространяться. А это получается, что некая скрытая такая, некий скрытый запрет на выезд из Украины тем, кто не достиг еще 18 лет. Ведь так получается. Почему? Потому что призывник это тот человек, которого на срочную службу можно призвать. А это уже 18-27 лет. А мы сюда вписываем как бы более широкую категорию лиц. Ну а я очень надеюсь, что это все-таки изменят, да, вот эту редакцию. Почему? Потому что на эту ошибку указал, указала главное научно-экспертное управление Верховной Рады. И я надеюсь, к ним прислушиваются. Далее. За что? За что будет уголовная ответственность? За пересечение границы по запунктам и пропуску. То есть, если на сегодняшний день человек, который побежал там через лес, через речку, да, не выдержал вот этого напряжения, которое есть в стране из-за войны, да, и побежал через лес, он несет административную ответственность, даже если его поймали. И там сроки исковой давности один год. То есть, если прошло больше года, его даже к админке нельзя привлечь. А они же теперь хотят установить за это деяние уголовную ответственность. И, соответственно, если вы побежите через лес, то помните, что за это, возможно, будет уголовная ответственность, если примут этот законопроект. Далее, вот то, к чему у меня вообще масса вопросов. В пунктах пропуску через державный кордон Украины без відповідных документів. Я когда это прочитал, у меня взрыв мозга сразу. Так а что, человек, который едет сейчас без загранпаспорта, он же без відповідных документів едет? И, соответственно, его тоже можно привлечь к уголовной ответственности. Взрыв мозга вообще. Вот просто у меня здесь взрыв мозга. А если человек сопровождает инвалида, и, например, он просто по незнанию своему собрал не все документы. То есть, если на сегодняшний день мы такому человеку просто отказываем в пересечении границы, и все, то когда примут вот этот закон, будет уголовная ответственность. Ну, у меня здесь взрывается мозг, и я надеюсь, что в такой редакции не будет это принято. Дальше. За что предлагают уголовную ответственность? За выезд по документам, которые содержат недостоверные данные. Ну, вполне нормально, да. То есть, мы говорим о поддельных документах. То есть, здесь, в принципе, и сейчас за это уголовка есть. Или с приховыванием вид прикордонного контроля. А это новинка тоже. Почему? Потому что, если на сегодняшний день человек, которого, например, вывозит жена в багажнике, мы помним, была такая недавняя история, то получается, что жена подлежит уголовной ответственности, а тот, кто ехал в багажнике, он подлежит только лишь административной ответственности. И вот здесь они хотят, так сказать, установить справедливость, чтобы тот, кто едет в багажнике, тоже понес уголовную ответственность. То есть, мы видим, что появились новые основания для привлечения человека к уголовной ответственности. В багажнике поехал, уголовку предлагают. Через лес побежал, уголовку. Ну, и я надеюсь, что все-таки вот этот пункт про документы уберут. Почему? И уголовка, вы посмотрите, здесь очень серьезная. От 3 до 5 лет. Или штраф, получается, от 85 до 170 тысяч. Ну, неплохие такие наказания. А давайте посмотрим вторую часть. Там тоже есть вопросы. Вторая часть касается военнослужащих, военно обязанных резервистов. И вот по военно обязанным, потому что, ну, в основном выезжают-то военно обязанные. И вот, смотрите, здесь нужно быть не просто военно обязанным, а военно обязанным, які підлягають призову на військову службу під час мобилизации. И вот здесь у меня тоже огромнейший вопрос. Кто такой военно обязанный, который подлежит призыву на воинскую службу во время мобилизации? Это человек, который прошел ВЛК или не прошел ВЛК? Ведь с одной стороны, человек, который не прошел ВЛК, он в принципе, ну, чисто теоретически, тоже ж подлежит мобилизации? Да, подлежит. И получается, что если такой человек поехал, ему уголовка, так а если потом выяснится, что он больной и его вообще призвать не могли? А если выяснится, что у него отсрочка есть? Да, вы сейчас скажете, стоп, а зачем тому, у которого отсрочка есть, выезжать? Ну, например, это студент. Он отсрочку имеет как студент, а выезжает. А во-вторых, вы думаете, что все знают свои права? Нет, конечно, у меня в практике были случаи, когда люди ехали по поддельным документам, вдумайтесь, покупали документы, при том, что у них было основание для выезда. Потому что люди не знали, люди не проконсультировались, и вот были в страхе, перепуганы войной, и все, бежали из страны, и вот попадали в такие ситуации нехорошие. И вот здесь вопрос для меня, ну, зачем мы пишем вот такую формулировку, которая может быть истолкована по-разному, а там, где может толковаться закон по-разному, там всегда будут злоупотребления. И кого-то мы накажем, а кого-то мы отпустим, да? И опять же, это поле для чего? Поле для коррупции. Вот здесь нужно все-таки дать более четкое основание, четкую формулировку. Теперь перейдем к вопросу, а что делать тем людям, чего ждать тем людям, которые уже выехали, вот на сегодняшний день, на 15.09.23 года, когда еще законопроект 7268 не принят, что ждет их? Ответ на этот вопрос кроется в Конституции, и сейчас мы ее посмотрим. 58-я статья Конституции, она регулирует этот вопрос, и она говорит о следующем. Законы та инши нормативно-правови акты не мают зворотню идеи в часе, крім выпадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особы. И далее, вот смотрите, часть 2-я. «Ніхто не може відповідати за деянія, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення». А що це значить? Це значить, що якщо ви виїхали до вступлення в силу закона 7268, значить, що він на вас не распространяється, і к уголовній відповідність вас привлечь нельзя. Як ми видим, данный законопроект несовершенен, і к нему є багато вопросів. І є ще й ка санкції статті. Від для військових об'язанних здесь предлагається установити санкцію в виде лишення свободи на срок от 5 до 10 лет. А я вам напомню, 336-я статья «Уклонення от мобилизации» предполагає санкцію от 3 до 5 лет. То есть, ви вдумайтесь, що вони говорять. Человек, який прошел ВЛК і відказується йти на військову службу, буде нести меншу відповідальність, ніж чоловік, який не прошел ВЛК і виїхав. Ну, це ж нонсенс. Це ж абсолютний нонсенс. І я думаю, що ці вопроси всплувут вовремя обсуждення цього законопроекта. І, соответственно, закон 72-68 не буде принят в такій редакції. В будь-якому, буду следити за любими новостями в отноші цього законопроекта і постараюсь оперативно вам об цьому сообщати. На цьому у мене все. Если ви считаєте данне видео полезним, поставте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube-канал. Так же приглашаю вас на свой Telegram-канал, там информации гораздо більше і появляється она оперативні, чем на YouTube. Ссылочка на Telegram-канал є в описіне к данному видео. Ну, а я вам пожелаю в конце видео удачі, благополучня і, конечно же, мира. Пока-пока!